Пандемия COVID-19 заставляет людей искать новые виды защиты здоровья. Азербайджанский математик изготовил маску, которая отличается от обычных респираторов. Она электронная и не только защищает, но и уничтожает вирусы. С разработчиком встретилась Шафа Галиева. Острая нехватка одноразовых масок и респираторов заставляет людей искать выход из положения. И пока швеи принялись шить их из ткани и марли, азербайджанский изобретатель Туркель Сулейманлы решил разработать маску, которая была бы не просто многоразовой, но и отличалась от других более надежной защитой. Это первая в мире маска, которая работает на электронных принципах. Все маски, которые сейчас используются, были разработаны не для борьбы с вирусами, а для борьбы с пылью в воздухе, с запыленностью и загрязненностью цеховских помещений. А против бактериологических вирусных инфекций используют его вторая боковая функция. А это, значит, наше изобретение и маска. Он однозначно направлен на уничтожение вируса. Здесь внутри есть, значит, специальный чип, специальное устройство, батарея, заряжающаяся батарея. Команда уже обратила за патентом госструктуры. Если его одобрят, разработчики смогут наладить массовое производство новых средств. Мы сейчас усиленно работаем над уже промышленным прототипом. В промышленном прототипе верхняя часть будет пластмассовая, потому что его легче было дезинфектировать после того, как использовал. Он много раз в использовании. Вы сможете его использовать в течение целого сезона. Он разработан против коронавируса в первую очередь, но его функция такова, что он может одинаково успешно бороться против других вредных для организма, микроорганизмов, включая вирусы и даже бактерии. При изготовлении этой маски изобретатели советовались с микробиологами и специалистами в области инфекционных болезней. На основе собранного материала написали программу для этого гаджета. Сейчас она работает с таким чипом. В дальнейшем планируем сделать его еще меньше. Мы записали также программу для работы маски. С полной зарядкой маска сможет работать примерно от 3 до 5 часов. Ее можно заряжать как обычным телефонным адаптером, так и пауэрбанками. А стоить новое изобретение будет приблизительно 20-30 долларов.